Я не пытаюсь улучшить ваш ум, в пучине идеологии зла я пытаюсь разбудить ваше сознание, вернуть вам зрение, вернуть вам простое понятие того, что честь и свобода важнее той жизни, которая вас понуждает с детства. Как только голоса от государства начинают взывать к вашему патриотизму, это означает, что они готовятся убивать вас быстро и эффективно. Если вы сломаете механизм часов, стрелки все равно будут показывать два раза в сутки правильное время, и у ваших оппонентов всегда будет повод кричать, что в лжете и часы прекрасно идут. Мы живем в эпоху сломанного времени и кривых зыркал, а ложь правит миром. Дайте воле душе, слушайте, думайте, пишите. Приветствую всех, кто смотрит этот ролик. В какой бы стране вы не проживали, в какое время суток вы бы его не смотрели, всем вам есть что послушать, о чем подумать и сделать свои выводы. К условно думающим это не относится. Я, конечно, в первую очередь рад приветствовать всех постоянных зрителей, всех настоящих друзей и помощников, а также всех новых подписчиков. Мой давний подписчик Ильдар пишет. Дядя мой родной был участником подавления пражской весны и рассказывал, что наши были просто ягнятами по сравнению с военными из народной армии ГДР. Те, например, увидев на стене какую-нибудь антисоветскую надпись, просто вышибали прикладами первую попавши двери первого этажа дома, на стене которой появилось такое граффити, и давали хозяин квартиры 10 минут на отмыв художеств. И чехам лучше было не возражать бравым солдатам Хоникера. Для сохранения собственной жизни перечить не стоило. А нашим же, в кавычках, оккупантам было по барабану, что там на стенах написано по-русски в основном, и что им кричат горожане и селяне, тоже по-русски в основном, хотя и по-чешски было вполне понятно. Потом по долгу службы я сам оказался в ГДРах в начале 80-х и контактил немало с военнослужащими армией ГДР, и вспоминал рассказы дяди, и понимал, что да, эти могут, их Верден Шистен, не задумываясь, просто тупый как машина, выполняя приказ начальства, любой приказ. Ну, это обычное, нормальное состояние было тогдашней армии Германии, сейчас я там не знаю, есть ли там вообще кому какие приказы выполнять. Там мужиков просто за последние 30 лет в ноль землю втоптали и размазали. Сегодня мы имеем таких же скотинившихся борцов за право делать в центре Европы. Вот наглядное тому подтверждение. Константин пишет. Здравия, Марат, и подписчикам. Все правосходящее вокруг сбросило маски со всех, кто бы ни жил. Выходишь на улицу и понимаешь, что вокруг нелюди, злые, завистливые, униженные, неспособные самостоятельно мыслить, видеть и слышать и понимать с полной ответственностью. Не могут принимать свои решения. Неприятное и нет желания жить среди таких. Сами разжигают и накаляют происходящее. Топят грязи людей, никогда никак не связанных и не участвующих во всем происходящем. Делают фото, размещают, с оторвыми ногами, снимают видео, как едят бутерброд с салом. При этом говорят, что это сал русского ребенка. И под такие видео, читая комментарии, понимают, что с обоих сторон они расчеловечились и подобны скотине. Я сказал бы, что скотина намного лучше, чем люди, которые снимают и с наслаждением смотрят подобные видео. На других видео пенсионеры в России говорят, что нужно уничтожать, стирать землю, Украину и живущих там русов. При этом с такой ненавистью, что словами не передать. Хоть сами в это время имеют свет, тепло, крышу над головой и доступ к продуктам. Пока имеют, я замечу. Вы понимаете, все, что происходит, оно обязательно бумерангом всегда возвращается к тем, что что-то желает кому-то. Чем больше разжигается взаимная ненность и лжи, тем больше будет откат в обе стороны одинаково. Ответ всегда будет симметричный, в ту и другую сторону. Женщины, которые говорят, что их мужчины должны пойти на фронт, они останутся вдовыми, а других мужчин вокруг не будет. К примеру. Иногда приходит мысль, что это ведь реально. В стадо низменных животных, ведь даже звери в лесу, так друг к другу не относятся. И думаешь, а ведь пастухи это тоже видят, и все, что делается, достойно основной массы. Ведь все, что делается руками массы, вся информация есть. Нужно только увидеть и услышать. Даже при том, что это прививалось с детского сада. Друзья, они прекрасно понимают, с кем имеют дело, поэтому у них все так легко и получается. Я много раз уже говорил, что просто, если бы люди не исполняли указания, ничего бы этого не было. Ни запрета, ни намордников, ни средств, препаратиков, вы сами знаете чего. Ничего бы этого просто не было. Просто достаточно было, например, чтобы врачи сказали нет, и все, и ничего бы не было. То есть так же, если человек говорит нет, то никто, его не может заставить пойти и что-то делать. Тем более, что власти реально у них нет. У них сил-то никаких нет. Силы, они опираются на тех, кто послушно исполняет их указания. Кто одев форму, потеряв душу, начинает исполнять и служить ревностно, не понимая, что он тоже пойдет под такую же раздачу. Помните, мне писали письма, как в Киеве, хорошо, тепло, светло, как они гуляют вдоль набережной Днепра, кушают шаурму и все прекрасно, пьют пиво, хорошо все было, прекрасно. А я говорил, догуляйтесь, ребята, догуляйтесь, пока вы терпите зеленку там у себя. Догулялись. Просковья из Киева пишет. Добрый вечер, дорогой Марат и подписчики. Пережили два дня ужаса. Сначала ракеты полетели куда-то, а потом выключили полностью электричество и воду, отопление тоже, ибо газовый котел на электрике, и он тоже отключился, остался лишь газ. Очень вовремя, ведь буквально за день со всех утюгов пророчествовали или предупреждали о блэкауте на неделю. Мы в Киеве не удивились. Многие поняли, что живы открытую дурят. Но есть еще чудным образом сохранившие спокойствие. Они продолжают свято верить в хорошего президента и скорую обязательную победу. Один мне даже сказал, что мечтает проснуться на страны РФ нет. Я не стал оспорить. Но самое ужасное то, что близкие начали впадать в депрессивное состояние. Друзья, я давно говорил о том, что находящийся в депрессии человек, этот человек в зомбированной семье, очень поколен и легко управляем. Чем больше депрессии вызваны страхами, тем легче таким управлять. Я давно говорил, уже 4 года говорю, что население любого города не способно выжить, особенно зимой. Как только отключат свет, газ, воду и отопление. В принципе, если нет света, то нет и всего остального, конечно. Не работают заправки, не работают закрыты, заблокированы двери супермаркета. Единственный способ открыть – это выбить. Забалон с газом или флягу с водой будут убивать, не задумываясь. Потом, конечно, пойдут из супермаркета грабить. Голодный хомяк не может напасть на власть, но легко убьет подобного себе за кусок хлеба. Те, кто планово концентрировал население в городах, прекрасно знали, с какой целью они это делают. Именно в городе создавались наилучшие условия от корма и выгула. Хлеба из дверища, они все стали общедоступным, легко доступным. Ты, главное, уедешь из родной деревни, а тут в городе, пожалуйста, тебе пристраивайся, учись, работай, и все будет прекрасно. Пору потрудишься, квартирку себе купишь или пока поживешь в общаге. И так постепенно накапливалось. И действительно, ведь легко жить в городе. Это не надо в пять утра вставать корову доить или козу. Не надо каждый день работать, потому что когда страдок в деревне отдыха нет. Не надо грязь месить резиновыми сапогами. Не надо даже думать, куда мусор деть. Пошел мусоропровод сбросил и пошел дальше. Все легко, все хорошо. Газ есть, свет есть, горячая вода есть. Прекрасно просто. То есть, создавались условия, чтобы человек вырос в идеального бездельника, в хомяка такого прекрасного, который будет работать на государственной службе, ходить с профильщиком на свою маленькую службу, немножко воровать, где получится. И все будет прекрасно, все хорошо. Сконцентрировали, 85% населения сидит в городах сегодня, ничего не умеют делать, выжить никоим способом не могут, ничего не знают вообще. Те, кто планово, я еще раз говорю, конструировал население в городах, прекрасно знали, с какой целью они собирают людей в эти курятники. Именно в городе, я еще раз говорю, давались самые лучшие условия для жизни, по сравнению с остальной частью страны. Мнимая работа давала возможность активно участвовать в процессе массового жора огромных городских ферм. Я помню, что 3,5 года назад показал, что 80% работающих совершенно ничего полезного не делают. Так как в той же Франции, например, количество госслужащих давно превысило 70%, которые получают от зарплаты, от государства. На самом деле они все совершенно не нужны, они бесполезны. Я как-то приводил пример налоговой службы Франции. Все делается в компьютере легко и быстро. Но где же 300 с лишним тысяч сотрудников, которые сидят и непонятно чем занимаются? При этом собрать нереально налоги они совершенно не могут. Нормально. А вот количество реальных полезных профессий, вот реально, которые можно сказать, что это действительно полезные для человека профессии, они сократили в общей массе населения к 1,2%. Это официально. Свели к ничтожному состоянию фермеров. Запинали ногами мелкий частный сектор, сервис. Извели местную переработку овощей, фруктов, молока и мяса. Маленьких сейчас нет, уже почти не осталось. А фермер, что фермер, ведь сегодняшний фермер в Европе тоже, он полностью зависит от системы. Отключи ему электричество и не дай ему газы, все, и не дай ему дизельное топливо. Все, он стал мертвым, он ничего не может делать. Ему останется только застрелить своих коров, чтобы они не мычали и не умирали от голода. Да и все, и ничего он не сделает. Лопаткой только огород скопаешь. А тяглого скота почти нигде нет. То есть достаточно перестать подавать энергоресурсы и все. И фермер тоже обречен. Большая пищевая индустрия отняла у населения доступную и полезную еду. Она отняла нормальную здоровую пищу. Дам нам то, что лежит в этих пластиковых упаковках. Отняла пошитую портными индивидуальную одежду, когда на каждого человека отдельно шили. Я-то еще помню, мы даже подростки, а потом уже студенты ходили, заказывали у портного себе костюмы. Когда была такая возможность. Отняла у людей, давно отняли обувь, пошитую мастером с сапожником четко по вашей ноге. Отняла всем приятного провизора-травника в аптеке, который делал индивидуально для вас по рецепту местного лекаря. Есть у меня на втором канале ролики, где я показываю перечень лекарств, которые делались во Франции в 50-е годы. Отняла у вас готовую всегда поспешить на вызов всем знакомую по витуху. Отняла костоправа и мастера лошадника тоже отняла. Вместо семейного доктора или сельского лекаря у нас появился неуч дипломированный. В белом халате с большим томом рекомендую их отравителями химических препаратов. Или судорожно ищи, что же вам назначить из аптеки в своем компьютере. Потому что у него там есть строго рекомендованные препараты. И может платят, чем больше он этого препарата выпишет, тем больше получит дополнительных дивидендов от производителя. То есть у него лежит том рекомендуемых отравительных химических препаратов, еще там же в компьютере у него эта информация вся. Принцип при этом простой. Чем важнее, например, профессор, тем меньше ума и тем больше жадности и полное отсутствие совести. Это касается всех лженаук. Друзья, а сейчас мы начнем разговор о том, кто же такие на самом деле были. Аланы, хазары, черкесы, адыги, казаки с юга России, абазины, абхазцы, карачаевцы, балкарцы, осетины, хевстуры, войнахи и так далее. И по длинному, очень длинному и сильно искаженному в смысловом плане перечню народов, как нас уверяют, совершенно разных, непохожих, неправильных, каких-то диких, кровожадных, нетерпимых фанатиков и так далее. Разговор, в принципе, это длинный и очень непростой. Ибо 99,9% населения бывших республик СССР имеют об истории этих народов только внушенные из них совершенно неверные стереотипы и мороком наведенные заблуждения и мифы. А в остальном мире об этом вообще мало кто думает и что-либо вообще понимает. Ну как пример в голове француза есть представление о казаках, заполонивших Францию в 1814 году, разгуливших по Париже в своих шароварах с лампасами и кричавших прислуги «Быстро!», откуда и пошло понятие «Бестро!». Они при этом всех их представляют такой смесь из татар, башкир с луками, собственных уланов и гусар. Потому что на самом деле никакого, понимаете, взятия Парижа в 1814 году не было, как не было революции, не было самого Наполеона. Есть только картиночки. Из этих картиночек, выпущенных во второй половине 19 века, сформировали образ неких таких казаков, которые совсем ничего общего с казаками, конечно, не умеют. Если вы на картинке посмотрите, вы видите, что там не казаки, но там какие-то высокие, длинные люди совершенно нарисованы на голову выше этих самых несчастных французов или на две головы выше. И во все, вот еще раз, представления французов о 1814 году, как и у всего мира, есть просто морок чисто наведенный. Ибо как только разговор переходит на события столетней давности, у них уже, я имею в виду старое поколение, которое еще училось в нормальных колледжиях и лицеях, у них уже возникает совсем другой образ казаков. Казаков в белой эмиграции, казаков в Первой мировой войне. Другой образ, образ сильных и отважных воинов, которые сражались вместе с французами против Боши, которые мужественно потом сражались с большевиками, а потом осели во Францию вместе с другими эмигрантами из России. В России, куда приехали во Францию, дворяне, разночинцы, поэты, писатели, медики, ученые. Правда, они забывают о том, что было еще более 200 тысяч солдат из мужиков, которые тоже остались во Франции в 1918-19 году, так как из них состояли 15 дивизий имперской армии, воевавших на Западном фронте. А также от 213 тысячи русских моряков основная база имперского флота российского находилась в Средиземном море, и был это город Тулон, Франция. Сегодня тоже база, ну она уже практически не база, потому что там почти ничего не осталось. Флот существует только на бумаге во Франции. Тулон так и считается базой военно-морского флота Франции. Я, например, после детального изучения истории Франции первой полной 19 века могу сказать, что очень трудно найти француза, я имею ввиду, я не имею ввиду вообще иудеев высшего общества Франции. Это отдельно. В котором не было бы хотя бы осьмушки крови этих самых иммигрантов. Я знал много очень французских семей, в которых есть кровь русов, татар, грузин, армян, казаков. А потом я обнаружил, что вся Южная Франция и Северная Испания, то есть земли басков, это те же самые генетические кавказцы, как и болгары, как и хорваты. Просто откроет для интереса народные танцы басков, болгар, сербов, хорватов, македонцев. И вам все станет сразу ясно и навсегда. Посмотрите, вы поймете, что это один народ. У меня есть ролик, кто живет на территории Европы. Мы все выходцы, по большому счету, из одного мира. С едиными культурными корнями, разделенной нечистью. Очень четко разделенной. По клеткам, которые они называли государствами. И пользующиеся убогими искусственными языками. Фактически мы дети, отнятые у родной матери и вскормленные потом в загонах для скота. Под названием «Ясли». Смотрите, например, в учебнике значение слова «Ясли». Откройте этимологический словарь и вы поймете. Везде, везде вы найдете то, что нас прямо вот в это тыкают. В эти ясли головой и в этот скотный двор и в эти помещения для домашних животных. Помещают туда образ Бога, не для иудеев Бога, а для остальных, для гоев Бога, который рождается там, среди навозок. И вот все основано на том, показать, что вы скот. Голоса у вас нет, права у вас нет. Живите и жжите. И мы вас воспитываем в этих загонах и гоняем куда вам надо. А сейчас пришло время, так сказать, с вами разобраться. Нас стали выращивать для собачьих боев, которые назвали гладиаторскими, развлечения, для бессмысленного рабского труда, для продажи и на потеху. У меня есть ролики на базе учебника географии Франции 1859 года. Там их два или три ролика. Там в одном из роликов четко сказано, кому принадлежит центр Парижа. И почему над теми, кто живет в центре Парижа, нет никакой власти? Ни власти короля, ни суда короля. Высшей целью для детей всего мира стало служение. Покорное служение царям, королям, президентам, каким-то конституциям, каким-то уставам, каким-то кодексам, каким-то заветам, моши в виде пятикнижия. Служение кресту, свастики, звезде, полумесяц. И в итоге все шошлось клином, как в конечном итоге. Казалось, что все, служить-то надо только одному всему. Зеленой бумажке с видящим оком. Того образ, кого вам всем показали во властелине колец. Вот последняя эмблема Красной Армии, созданная из китайских клонов. Я об этом уже рассказывал. Которые резали наших предков в период с 1918 по 1928 год. Подру мудрым руководством мирового равената и его уполномоченную мистера Лейбу Бронштейна. Теперь нас уверяют, специально такие отлично подобранные историки, которые сами ничего не понимают, уверяют, что это было сделано для калмыцких и башкирских частей Красной Армии. Прямо вот с воплями к Бронштейну лезли в армию калмыки и башкиры в Красную. Просто им не терпелось быстрее надеть эту эмблему со свастикой и пойти воевать за власть Советов. Наверное, они были самые пролетарские рабочие. Самые более сильных пролетариев, чем башкиры и калмыки, больше не было на территории России. Если верить, опять-таки, этим специальным историкам. И вот они, говорят нам, вот эти калмыки и башкиры, они традиционно поклонялись свастике. Последний также наш шеврон красноармейцев в 1927 году. А эти кому поклонялись? Но я сегодня не о них идет. Нам все время врут, как могут, как хотят. Поговорим о такой простой, всем известной одежде под названием Черкесска. Нам сегодня говорят, что это такая специальная вещь в себе, объединенная понятием «общегорский костюм». Воописание одежды народов Кавказа не анализируют причины и источники ее возникновения. Ее развитие, распространение, никто ничего не говорит по этому проекту. Описание костюма по странному стечению отягчающих вину историков обстоятельств дается весьма расплычато и неточно. Упускается, к тому же, обязательно костюм баранья шапка, оружие строго обязательное к ношению без всяких исключений. Это было совершенно невозможно представить себе того же аварца, осетина, абхазца, черкеса, адыга или того же жителя Аджарии без кинжала на поясе. Даже в советскую эпоху коммунистической диктатуры только к середине 60-х годов удалось изжить. Это страшный для их системы образ форменной одежды, свободного и больного человека в горах. В интернете вы найдете полно фотографий горцев черкесских с оружием даже после Великой Отечественной войны. А в домах горцев Кавказа холодное оружие хранилось совершенно открыто даже во времена того же Андропова. Оружие хранилось, а вот с хранением духа, гордости и чести уже была полная катастрофа. Школа, работа, служба в армии, алкоголь, наркотики, разврат молодежных общежитий, полная зависимость от государства, постепенно и незаметно, прилик тому, что мы имеем сегодня. А сегодня вы сами понимаете, что мы имеем. Если казаков на равнинах, конечно, полностью уничтожили китайские клоны к 1928 году по всей территории, от Амура до Кубани, от Терека до Семерического казачьего войска, спрятанного сегодня под названием Казахстана, Алматы. Вообще Алматы это вот такая насмешка, а та это означает дед. Алма – яблоневое дерево. То есть это открытое издевательство над традициями тюркского языка. То горцам Кавказа как-то повезло больше в этом плане. А может и не повезло, раз они дожили до столь позорного образа жизни, которую ведут сегодня, в тотальной покорности, либо деньгам, либо учителям, мало на человека похожим, из семитских иудейских краев Саудовской Аравии. Ибо шейхи арабские, все тайные иудеи, у них только один бог с зеленой бумажкой звук служителей Иблиса, сатаны. Они никто не знают, например, они вообще не представляют себе, что такое на самом деле это. Они никто не знает, за что сражался Шамиль, мир дома его, какой он мир заключил с Гальштейном Романовым, все скрыто полностью. От имени Семель-Земель-Казачьих он его заключал. Кто такой пророк последний свободного человечества Магомед Казанский, который никакого отношения к этим семитам, живущим там в песках, не имел никогда и не имеет мир дома его. Они не знают, как книгу «Заветы дома света», потому что книга на самом деле носила название «Заветы дома света» на тюркском языке, написана также была на языке науки арабском, литературном, потому что арабский язык, это означает язык ученых, но никак не означает язык семитов. Они и сегодня его не знают. На тюркском это звучало «Диактей Йорт Васаят Ларе», превратили в Коран. Ученики и последователи его также называли эту книгу, расширенной для посвященных версий «Учебник управления силами стихии и единения с творцом». То есть это было практически наставление, учебник для тех людей, которые владели силами, которые могли управлять силами стихии. На сегодня сохранился только сильный искаженный рабами синагоги вариант, который тем не менее стоит костью в горле у них, в силу того, что в нем сохранилось много того, что сегодня они вычеркнуть не могут. Они в свое время не сделали, а теперь вычеркнуть не могут, что показывает всю их мерзость их власти. Но мусульмане сегодня не знают и не понимают, совершенно не понимают Коран. Так как Сура 2, Айата 275, бесспорно указывает, что Творец однозначно, человек душой наделенный, он не может заниматься лихвой, и поэтому человек, считающий расставщичество дозвольным, впадает в неверие. Неверие означает потерю души, он теряет душу. Творец в этом указании объявил войну всем людям, занимающимся лихвой, потому что война с ними фактически у нас ведется с 15 века. Первая атака была отбита в 15 веке. Вместо принятия к действию даже искаженного варианта книги, внимание барашков зациклили на понятиях глупых и безумных, которые затащили в учения из иудейских законов, которые были написаны в 19 веке. Например, понятие халяль, что равнозначит тому же иудейскому понятию кошерной пищи. На самом деле это просто источник обогащения. Они придумали это для чего? Для личного обогащения. Тех, кто говорит, что они имеют право говорить от имени Аллаха или говорить от имени Иеговы, они придумали это для личного обогащения только. Обогащение служителей культа, которые берут немалые деньги за решение принятия этой пищи своим рабам. Представляете себе, вот стоит мясокомбинат где-нибудь там, ну в той же Бельгии, где их очень много, или в Алландии. И там идет массовый забой скота. И вот там есть, у них висит на стенке сертификат, что они делают халяльную пищу. Но если вы туда придете, если вы туда придете, посмотрите, кто там работает, это работает. Да, говорить даже не хочется. Многие считающие даже убеждены в том, что они исповедуют ислам, вот они спрашивают иногда у своих наставников. Грех впадает только в тот, кто отдает деньги под проценты, или тот, кто тоже берет. Ответ однозначен. И дающие, и берущие. И все, кто способствует этому расставщичеству, являются равными соучастниками этого греха. Даже если этот человек считает себя мусульманин, работая охранником в банке, он совершает тяжелейший смертный грех. Он способствует тому, что работает это заведение, дающие деньги в рост под проценты. Кредит. Грех у него и у директора банка совершенно одинаковый. И у того, кто пришел и подписал кредитное обязательство, у него тоже такой же точно грех. Как только кто-то дал долг кому-то под проценты, он совершает этот грех. Вот там четко у них это все четко и понятно, написано. И эти люди при этом гордятся тем, что они, значит, такие рьяные мусульмане, пять раз в день совершают намаз, соблюдают все отдатные обычаи, ничего вы не соблюдаете. Вы сидите по уши во лжи. Какое соблюдение, если вы хоть раз в жизни брали деньги под проценты? Кредит. В хадисах вот этих, даже сильно искаженных, говорится, «Посланник Аллаха, мир и ву и благословение Аллаха, проклял употребляющего плоды ростовщичества, отдающего их, оформляющего, а также свидетелей, ибо они все равны в грехе». Все. Точка. Любой человек, который связан там с чем угодно, с векселями, с ценными бумагами, они все, так сказать, несут одинаковую ответственность. Одинаковая, абсолютно ответственность. Нет никакой разницы. То есть, если мы говорим о вере и религии, то сразу видим полную живость всех говорящих от имени литературного бога, потому что они сами поуже сидят в этом. Как только мла в руки взял, или поп взял в руки зеленую бумагу, он сразу же совершил преступление против своего литературного бога. Он стал пособником дьявола. Все. Тут точка стоит. Либо так, либо этак. То есть, на самом деле, говорить об их вере бесполезно, потому что ее на самом деле не существует. Ибо они сами же четко и последно нарушают все свои догмы. И очень трудно себе представить, что они просто не ведают, что творят, о чем говорят и что проповедуют, сами же сводя в ноль все ценности своих получений, постулатов и законов. Ранее мы разобрались с христианскими порочными констессиями, и видим, что все они контролируются только теми, кто дает деньги в рост и под проценты. Есть однозначная истина. Верующий человек не может работать в банке, брать деньги под проценты, кредиты, выступать свидетелем при финансовых сделках, подразумевляющих любые кредитные обязательства. Он вообще не может ни работать в суде, ни судить, ни выступать свидетелем, ни тем более уж идти работать в суд, прокуратуру или еще куда-то. Если он верующий человек. Так какого же Бога они верят и пишут об этом на своих бакнотах? На бакноте четко написано, что они верят в Бога. Там нарисовано это самое всевидящее око. Высшего демона. Верующий человек не может даже автомобиль в кредит продавать или в любой суд обращаться. Он не может взять автомобиль в кредит, верующий человек. Он не имеет права это делать, если он верит. Ну ладно. Вернемся к черкесске. Аланы или косоги из мира Амбера и Мерю много основных колен. Их много, долго перечислять очень. Например, казаки, черкасы, адыги, ногти, туранцы, ибрийцы, черкес-сагаи или хай, как они себя называют. Еще их называют эрмелы. А также, внимание, закубанские армяне, ибо они там и обитали. Их города это Армавир и Майкоп. Балкарцы, карачаицы, авары, абхазы, болгары, те же македонцы, черкесы-франки. Нас уверяют все сегодня, что черкесов-франков нет. Осталась их, небольшая их часть осталась, хотя это лакцы и все галлы их потомки. Именно лакцы, которых называют черкесы-франки, основали Генуи, Северное Прочерноморье, под общим названием Зихии в Крыму. Они тоже к адыгам относятся. Именно они строили храмы сегодня, уничтожаемые херсовщиной, которые сегодня приписывают грекам. Адыгейцы или черкесы, которых потом сделали черкасами, вернее, черкасы, которых сделали черкесами, убыхи, абадзехи, шапсуги, многие их кланы или тейпы. Материал столь огромный, что можно снять 200 роликов, и это будет только введение у меня в голову. Это все не сразу может влезть. Это надо работать и работать. Но все-таки давайте поговорим о верхней одежде этих потомков Алан, а именно о черкеске. Почему ее носили на Кубани, Дону, на берегах Террика и Куры? Я опубликовал очень много фотографий 19 века. Ну, вот фото казаков белой эмиграции во Франции, посмотрите. Вот казачий всемирно известный хор такой Булжарова. Но есть один вопрос очень больной. Почему черкеску носила высшая аристократия империи, начиная с Гольштейна Романова? И вот он сам, так сказать, во всей красе, со своим, на самом деле, не имеющим места быть сыне, так как у демонов нет пола и они не размножаются. Есть такое понятие в языке «черная душа». Что она означала на самом деле, я сейчас скажу. Это звучит в первый раз. Черная душа есть энергетическая сущность из темного пламени дворов хаоса. Она нематериально имеет большой запас темной энергии, восполняемой гавахом, то есть болью, страданиями, ужасом погибающих носителей искры Творца, то есть душой наделенных. Чем больше боли и страданий, особенно детских, тем им полезнее и сытнее рацион. Но они не вечные, постепенно выгорают, как батарейки. Обвинять их в чем-либо глупо, это и в этом их суть. Это естественное их состояние. Они не виноваты в том, что такие, на них нет вины. Это мы виноваты, что позволяем им управлять нами. Они легко могут менять тела, которые являются для них местилищами. Благодаря физическому телу, они могут получать ощущение и лживую иллюзию полноценной жизни. Чувствовать тепло и холода, чувствовать сексуальные порывы, вкус поглощаемых телом еды и напитков. Но им самим реально нужен только гавах, все остальное остается для тела. Все их тела стопроцентно выращены, только под них и не имеют возможности к размножению, как и все клоны. Вот князь Юсупа, он же Йосиф Джугашвили, и тоже черкесский. Так почему же черкесска, спросите вы? Ответ очень прост. Но он мужчина 19 века, одетым в эту одежду, ни у кого не было никакой власти. Он был эталоном, мерилом свободной воли, эталоном чести и достоинства, гордости, надежности и отваги. После заключения договора с Шамелем, мир дома его, нечто обязало никогда не устанавливать у своих законов правил и своей власти на землях любого войска казачьего и обеспечивать казаков манифактурой, оружием, металлом и звонкой монетой. То есть, придя к выводу, что победить у них никак не получается, он, император, считавший себя вечным, решил, как всегда, взять свое не голой силой в прямом бою, а подлостью и обманом. Что и осуществило успешно в 1917 году, разрушив империю путем хорошо продуманной войны русов и казаков против своих кровных братьев. И пока они с упоением рызали друг друга в окопах, огромная армия клонов китайских хлынула в буденках со свастиками и звездами на земле казачьей, где оставались в основном только дети, старики и женщины. Я объясню, почему вообще это возможно было, потому что практически знающих, владеющих силой на тот момент не осталось, и им удалось, так сказать, силой подкупа, развращения и так далее, привлечь казаков к определенному участию в жизни империи. И поэтому, поскольку казаки были, единственный их долг был по этому договору, это служить в войсках империи, проходить обязательную воинскую службу, то поэтому их легко втянули в эту войну. Старики и женщины, естественно, никакого сопротивления нормального оказать не могли, поэтому их вырезали успешно. Так вот, одев черкесский император, его сатрапы совершили великий обман. В глазах любого горца, любого казака, человек черкесский никак не мог лукавить, не мог врать, не мог никак нарушать свое слово. Просто они не понимали, что эти, так сказать, сущности, они вообще не имеют понятия о том, что можно говорить когда-либо слово истины. Они само по себе ложь, и хозяин это отец лжи. Поэтому, надев на себя маскировку в виде черкессок, они тем самым показывали, что они якобы являются такими же, как и остальные. То есть, это был обычный обман. А люди мерили нечисть по своему простому стандарту чести и жестоко поплатили за это. До сих пор огромная масса людей, например, убеждена в том, что Феликс Старший, Юсупов, он же Иосиф Сталин, он же Джугашвили, он же Коба, он является таким, знаете, отцом народа, защитником, охранителем, бессеребрянником и так далее. То есть, обман – сама их суть. Там никогда во всем середине XIX века, никогда ни в одном государстве мира не было ни одного порядочного правителя. Никогда. Ни один из них, ни один политик, ни один правитель никогда не думал о благосостоянии своего народа. Народ для них тот самый скот, который находится на выпасе, который не только обслуживает его, но еще и кормит его своими страданиями, своей кровью, своей болью, своей печалью, своими просьбами насыщает, своими жалобами насыщает, своими протестами насыщает, потому что протест тоже – это форма питания для них. Ну, ладно. Читаю. Основа для изготовления черкесски – тонкое сукно. Покрой однобортный удлиненный в талию со складками, который драпируется под ремень. Воротник отсутствует, рукава короткие, широкие, кроме специальных согревающих для пожилых людей. Так одежда предназначалась для воинов и не должна бласкового движениям мешать, движением тела, мешать бою. Главный отличительный знак черкесски от других аналогичных кафтанов – газыри – это специальные костяные пеналы, вставленные в кармашки из тесьмы, располагающиеся по линии груди вплоть до самых подмышек. Газыри – не просто украшения, а функциональный элемент одежды. В них хранили порох, позже капсули, а также сухие растопочные щепки. Позднее в них хранили так называемые патроны, которые надо было скусывать из-за возражающейся с дуба оружия. Ну, а позднее стали просто вставлять обычные патроны. На самом деле основа черкесски – это не то, как ее покрой, а ее символ. Это мужской кафтан, как символ свободы и чести. Только это не кафтан бездельника, а одежда мужчины, готова к бою в любой момент. Поэтому ношение оружия, которое всегда было под рукой холодного, абсолютно обязательно. Ложь правит миром. На сайте есть ролик, которым Путин открыто признает наличие военных баз НАТО в России. Что касается событий в странах, популяции и миграции, то пока Азия успешно занимает и оккупирует Москву, Питер и другие города России, уже покончив с Сибирью, уже более 10 миллионов россиян, имевших запасы в Европе, превратились вдруг, стали украинскими беженцами. К ним, конечно, тут же присоединили жители Кавказа, Беларуси, Казахстана. Мне тут рассказывают, что местные армяне-азербайджанцы радостно принимают своих родственников с Баку и Еревана, которые стали все украинскими беженцами из Харькова, Мельтополя, Азова и так далее. Сам вижу, что русский язык стал преобладать над арабским Скандинавией по всем супермаркетам и торговым центрам. Реально, то есть зашел в супермаркет и буквально каждая третья пара из мужчин и женщин, обычно с детьми, говорит на русском языке. Друзья, как оказалось, к тому же Россия самая либеральная гендерным игрищем страна. Да-да, пока вам там рассказывают о том, как надо беречь семью и как мы боремся с западным либерализмом в виде развращения и так далее, сексуальных извращений и всего прочего, то на самом деле оказывается, что рассадник и корень зла самой России. То есть все из реальности никак не соответствует громким рычам крошки фу и машки промокашки. Мне прислали видео, в котором подробно рассказывают, что в России с 2017 года самая простая процедура смена пола. Вы можете найти это, если оказывается такой закон. То есть в 2017 году это принято, достаточно получить справку от психиатра за 10 тысяч рублей и пройти собеседник на комиссии через четырех человек и заплатить еще 10 тысяч, получить сертификат. Потом зайти на сайт госуслуги, ввести номер сертификата и вы получаете паспорт, что теперь вы не Михаил Петрович, а Светлана Петровна. Это самая простая и на удивление быстрая процедура в мире. Нигде так быстро и просто это сделать невозможно. Таким образом, в плане защиты либерального гендерного равенства Россия давно впереди планеты всей. Ну, это, так сказать, нормальное состояние общества, где правит ложь полная. То есть пока хомяки аплодируют Путину и идут сражаться, жены их выгоняют на войну, а в это время, значит, там, пожалуйста, самый простой способ откосить от армии. Пошел, поменял паспорт, стал из мужика бабой и пошел. Все, я теперь не мужик, а баба, и меня трогать нельзя. Призыв на меня не распространяется, мобилизация на меня не распространяется. Поскольку я женщина, то я в браке со своей надоевшим мне женой состоять не могу. Пойду-ка я искать себе другую пару, которая меня больше удовлетворит. То есть пойду-ка я себе мужичка найду. Все прекрасно просто. Пока и при этом все индиоты коллективно смотрят футбол в арабских странах, проходящих, в Швеции в это время успешно лоят русских шпионов, которыми уже забиты все супермаркеты. То есть выбор рыцарей, плаща и кинжала просто огромный. Прекрасная, при этом белая Эммануэль Макроновна исполнила прощальные танцы морально-идеологического стриптиза перед крупными предпринимателями Европы, доставляя им предсмертные утехи, знаменующие конец эпохи глобального рынка. Мед Турции постоянно приводит шведского посла с плохо понятными ему целями. А Эрдоган клеймит США как пособников терроризма, причем в ответ ему слышится только невнятное бормотание призраков из палаты представителей. Американская армия съездила в это время на маневры и на учения в какой-то учебный центр в Канаде. Оказалось, что центр, на который столько денег тратили, совершенно не приготовлен. Там просто 20 лет, как и в России, тупо разворовывали деньги, что там ничего не работает. Все развалено, все разрушено, помещение даже не отапливается. Ну, они там померзли, обморозили руки-ноги и вернулись назад с позором. А информация об этом появилась, а потом тут же так же тихо, чисто, это скандал, тихо замяли. То есть, ожидать в ближайшее время появления какой-либо боеспособной армии США совершенно глупо. Там нет армии, ее уже никогда там не будет. При этом Эрдоган клеймит США как пособников терроризма, причем в ответ я еще раз повторяю, он утверждает, что там чуть ли не американцы не выращивают террористов сирийских, которые производят взрывы в Турции. И при этом на фоне всего этого и США, и пизде, по Ауханьку непобедимы все вдруг забыли, кроме дядюшки Цинь. Но зато теперь, внимание, перелетные птицы все стали испражняться птичьим гриппом прямо над огромной территорией уже обезлюдившей России. Горящий зеленка киевский им за это обещал прямые безопасные воздушные коридоры миграции, над которыми он лично из своей новой китайской рогатки собьет стерракету с бобного крошки Пу. А теперь, друзья, немного поэзии, как всегда в конце каждого воскресного ролика. Друзья, сейчас я прочитаю вам стихотворение, которое написал вчера. Стихотворение называется «Зима 22-23». Оно достаточно тяжелое стихотворение, но, к сожалению, время такое, какое время такие стихи. Бредущая во тьме, скрипящая костями, в плащей скальпов снятых кое-как, держа серп лжи и посох тьмы в руках и, выдыхая смерть синюшными губами, она в глазницах взращивает мрак. Наряду Бог ногами заплетает и на ступнях калоши из тоски, которые их до костей снедает, сама вся боль и скорбью наделяет, роняя плоти отмершей куски, а дети ждали дедушку Мороза, учили к празднику веселые стихи, но мертвые от трейлеров наркоза все небеса к надеждам их глухи, лишь страх доступен им в огромных дозах. Надежды плед не греет стариков, молитвы выжигают быстро душу, алтарь войны и вопли дураков, волнами нечисти всю затопили сушу, зима идет и слышно скрип кулыков, все ждут вождей спасителя чудес и ожидания свет души теряют, худеет разум весь утратив вес, а честь и совесть в страхах погибает, зима идет, на ней уселся бес, который ею ловко управляет. Благодарю вас всех за внимание, друзья. Наша встреча возможно состоится очень быстро, я все-таки выпущу ролик, давно обещал, выпущу ролик на втором канале, а так на этом канале, как всегда, встреча будет четверг. Благодарю вас всех за внимание.